Призыв этот лозунг «Слава России». Здорово. Я хочу продолжить развитие этой темы о том, что у нас сейчас в власти большинстве, ну, большинстве, судя по результату, люди, которые не любят Россию, не считают ее своей страной и не любят русский народ. Иначе бы, наверное, у нас так не стремились заменить коренные народы России на людей, которые приехали из других стран. Более того, из тех самых республик, где совсем недавно, в 90-е годы, русских вырезали под корень. Вырезали до основания с детьми, так, чтобы забыть вообще, что такое русский. Ну, я хотела бы напомнить о компании, которая сейчас развернулась. Лихорадочно сдают депутатские мандаты, депутаты Госдумы, сенаторы, которые скрывают таким образом свои капиталы, заработанные где-то как-то. Но такой очистительный процесс прошел. Среди них, хорошо, наверное, многим известный Борис Исаакович Шпик, сенатор, который вот только что сдал свой мандат, объяснив это тем, что он очень законопохожный гражданин и чтит закон о статусе депутатов, который предусматривает запрет на совмещение сенаторства, то есть членства в Совете Федерации с руководством в каких-то международных организациях. Это настолько любопытная ситуация, что, наверное, она требует тщательного рассмотрения и привлечения специальных органов. Сейчас 13-й год, Борис Исаакович вдруг спорил о том, что он чтит закон, однако возглавил организацию, которая называется «Мир без нацизма». Он в 2011-м, организация была создана в 2010-м, в 2011-м она зарегистрирована, то есть с 2011-го года по 2013-й год ничто не смущало Шпикеля. И он совершенно не думал о том, что это противоречит действующему законодательству. Он писал законы для нас, требовал выполнения законов о нас, требовал привлечения к ответственности нас, но сам сидел и нарушал законы. Более того, он работал в угоду, используя свое служебное положение, чтобы реализовывать планы этой самой организации «Мир без нацизма». Отсюда и череда законов о разобрении символики, отдаленно напоминающей нацистов, отсюда и претензии к текстам, книгам, статьям, выступлениям людей. То есть человек, сидя в верховной власти России, в Совет Федерации, работал на чужую международную организацию и осуществлял чуждые нам интересы. Где были наши контрольные органы? Я, конечно, понимаю, что вопрос риторический, но, наверное, его стоит задать и напрямую. Потому что тот же самый Борис Шпекель возглавлял еще всемирный конгресс русскоязвительного еврейства. И, правда, он был президентом этого конгресса аж в 2007 году. То есть с 2007 года, а в Сенате он с 2003 года, то есть с 2007 года, по нынешний он, он не сомневаясь ни в чем нарушение закона возглавлял всемирную организацию. И ни русского, ни славянского, ни какого-то народа, а русскоговорящего, русскоговорящего еврейства. Ей интересы он осуществлял, используя государственные возможности, используя служебные положения. Сашпетелем понятно. Он пользовался возможностями. Человек, ну, засланец, ягко сказано, пользуется служебным положением. Но те люди, те структуры государственные, которые были обязаны проверять деятельность представителей высших органов власти, следить и контролировать их финансы, собственность, правомерность занятий тех или иных должностей, где были они? Они что, такие же заслонцы? Или они просто продались? Или они такие же враги? Вот персонально, кто проверял дело шпигеля? Кто персонально знал, что он состоит и возглавляет международные организации, не отпотребовал его увольнения? И более того, не просто увольнения, а чтобы за все эти годы он сдал все свои, возместил все потраченные на него деньги, все зарплаты, все премиальные, все доходы, чтобы он все это вернул в казну. Ну, и еще потом плюс сил, потому что все эти годы он действовал напрягу, действующему законодательству, нарушал их. Ну, и, естественно, те, кто знал об этом и его покрывал. Ну, наверное, и председатель Совета Федерации тоже это знал. Ну, просто не мог не знать, потому что один из конгрессов проходил в стенах Совета Федерации. Это об ответственности и о том, что мы можем поднять этот вопрос, и мы, общественность, обязаны это спросить и заставить не шпигеля. У нас уедет один шпигель, появится другой какой-нибудь еще шпигелек и еще кто-то. Но те структуры, которые обязаны гарантировать и обеспечить законность, они должны работать, потому что они тоже получают зарплату. И вот это мы можем объединить наши усилия, взять под контроль и побудить, заставить их выполнять, их обязанности. Ну, у нас не случайно здесь вот есть призывы к возврату по ряду каких-то преступлений смертной казни, об отмене моратория на смертную казнь. Одна из причин, почему не все поддерживают или пугаются подобных лозунгов, это то, что вы договоритесь, вот сейчас так вернут смертную казнь, так начнут казнить всех патриотов, с вас и начнут. Вы знаете, ну, если за белую, за Россию, да, на войне, как на войне. Ну, что делать? Война, она есть война, и мы в нее висались. Но нынешняя власть, если бы ей было выгодно, она давно бы это сделала. Если бы ей нужна была смертная казнь, она бы ее давно отменила. Этот мораторий давно бы отменила. И делала то, что ей нужно. Она вообще не спрашивает никогда народа, на него не оглядывается. Вспомним 93-й танки на мосту и прямой наводкой по парламенту. Кого-нибудь спросили, кого-нибудь смутило, есть закон или нет закона. Можно стрелять по парламенту, все будто бы неприкосновенные. Никого не смутило. Тогда что же мы сейчас вздрагиваем? Ах, это будет против нас. Они сами боятся бал смерти этого закона. Они сами боятся отмены этого моратория. Потому что это именно против них закон. Это они, коррупционеры, разворовали Россию. И их дети получили все это в наследство. Еще сюда вписать обязательно конфискацию имущества. Это они расплевают наших детей. Это они скрывают педофилы. Это гнезда. Прошпикеля также немало. Вот Следственный комитет, что провел проверку и проверил обвинение его в забелении. То есть это они насилуют и убивают. То есть они боятся этого закона больше, чем мы и я не боятся. Поэтому вот не надо бояться того, чего нет. Не надо жить страхом, что ах, это будет против нас. Волков боятся, во-первых, в лес не ходить, и тогда не заниматься этим делом. А нормальный, просто нормальный взвешенный подвод, это единственное, что может встряхнуть и заставить соблюдать законодательство и служить так, как надо, люди, когда они будут знать, что за свои преступления, за свои ошибки они будут вести самую серьезную ответственность, самое серьезное наказание. Я приглашаю Александра Амелина продолжить сегодняшнюю нашу забавнюю встречу. Так, слава России, естественно. Слава Руси! Слава Руси! Слава Руси! Слава Руси! Смесь врагам! Смесь врагам! За национально-социально-справедливость! За национально-социально-справедливость! Здравствуйте, дорогие друзья. Хотелось бы представиться. Я представляю национальное движение «Русское возрождение». То движение, которое, собственно говоря, ведет наш народ, наш народ на правильный путь, на путь русского возрождения, на путь, действительно, нормальной жизни русских людей. Сегодня, как вы знаете, помимо прочих мероприятий проводилась компания «Русский синий девок». Хотелось бы сказать, в принципе, прежде всего о том, что это мероприятие было не попыткой устроить какие-то беспорядки, попытки совершить какую-то ланежку, там, вторую или еще что-то. Это был общий массовый протест. Это был народный исход русского народа, который устал. Устал сидеть, сложа руки, устал наблюдать. Устал наблюдать на то, что русских людей убивают. Этнопреступность, кавказский беспредел, бездействие полиции, беззаконие в России – это те самые главные проблемы, которые на сегодняшний день существуют. Это те самые проблемы, которые доказывают то, что сегодня русская власть, она, скорее всего, точнее, ее не существует. Тот режим, который сегодня – это антидородный режим. Почему не защищаются наши интересы? Почему мы отпускаем убийц и преступников на свободе? И почему мы сажаем русских людей, которые не хотят просто стоять, находиться у компьютера и просто молчать? Сегодня еще хотелось бы упомянуть о том, что сегодня 9 дней со дня смерти Саши Терекова. И я бы хотел, чтобы мы упомянули этого человека минутой молчания. Всем спасибо. Еще хочу раз напомнить, что молчание – не золото. Молчание – это преступление. Мы сегодня в обязательном порядке хотели и обязательно поговорим о наших детях. О детях, которых просто воруют, просто насилуют, просто убивают, просто расплевают, но еще их и похищают. В стране осуществляется политика, которая позволяет воровать детей на жизнь. Другого слова, я не подбирала, поскольку это действительно воровство. А дети, которые порой даже не знают, что детей уже убезли в известном направлении. Вот сегодня, к сожалению, до нас не добрался, ну, может быть, дострял на Фронденской дьяконы в Подмосковье. У него просто, когда он был на службе, это человек, который отсутствовал много в армии. В общем, серьезные были ранения, три парализации. Жизнь сложная, трое детей. Так вот, он был на службе, а у него в этот момент из детского сада увезли трое детей. Причем так, что, когда он пришел в детский сад и попросил документы, документы, а именно акт о том, кто изъял детей, кто забрал, куда, почему этих детей отдали, ему ответили отказом. И, несмотря на то, что, ну, человек образованный, просто сказал, ну, у нас с вами договор, вы ответственны за сохранность наших детей. Почему вы отдали незнакомым людям, кому вы отдали детей? Ему отказались отвечать, ему отказались показать эти документы. То есть просто взяли и детей увезли. Как я уже сказала, человек образованный, прошел воины, прошел серьезные испытания. Он сумел защитить своих детей, сумел вернуть их домой, но от подобного не застрахован никто. Мы, вот, наверное, многого не знаем, хотя документы и публикуются, и хотя они есть в печати, но их столько много, приходится знать, что нормальный человек, который пытается заработать на семью и создать нормальные условия жизни, не может все охватить и осознать. Поэтому вот сейчас я приглашаю сюда Калина Дмитриевна. Калина Дмитриевна, мы многолетная мать, и она расскажет, в том числе, и о законах, которые мы должны знать, о которых не знаем. Что я хочу сказать, самое главное, делегировали родительство кому угодно, и родителям уже давно. Это началось с того момента, когда был такой закон, который давал право на ребенка получать 70% минимальной зарплаты пособия. Сейчас пособия многие и у многих семей изымаются. По конвенции о правах ребенка все дети равны. Вот эта брошюра «Социальная защита», которую выпустило правительство Москвы, скажем, они очень здорово здесь отчитываются. Вот за 2011 год здесь указано, что в Москве проживало 1 миллион 800 тысяч ребят. Сейчас детей в Москве 1 миллион 600 тысяч, когда нам говорят о повышении рождаемости, у нас идет даже в Москве очень сильное, естественно, убыль населения. Детей в 2007 году по России, это опять же неточные данные, было 33 миллиона, сейчас их 20 миллионов. По детям нужно требовать отдельной строкой, совершенно прозрачный отчет, что у нас, скажем, гарантирует конвенция о правах ребенка. Дети все равны. Пособия для детей сделать равными. Мы сейчас опять повторно, вспоминая свой опыт 2004 года, когда у Платонова создавали рабочую группу, скажем, в результате которой родился год ребенка и год семьи, мы пытаемся возродить ее. Мы не можем получить, скажем, даже ответа аналитических данных по положению семей детей по регионам, ближним и дальним зарубежья. Почему это надо? Дело в том, что мы живем в сообществе других стран, и для того, чтобы понять, где наши дети, нужно посмотреть ту общую картину, где они оказались. Наши дети в таком ужасном положении, в таком бесправном положении. Почему? Потому что, когда говорят о семье, то забывают даже о ребенке. Ребенок — это составляющая семьи, родной семьи. Почему? Только там он может вырасти здоровым и умным. Это право у семьи отбирать нельзя. Скажем, то, что сейчас нам пытаются с 1 мая уменить, и мы пытались это, скажем, обсуждать с Петросяном, вы знаете, у нас не получается диалог, власть уходит от него, нас просто-напросто, неизвестно по каким причинам, до него не допускают. Вот народу сейчас конкретно нужно что требовать? По детям серьезные огласки. Вот у нас кругом рекламы полно, вот на этих рекламах должна быть реклама о положении детей. Сколько детей? Каких детей? Сколько они получают? И самое главное, пособие ребенка, каждого ребенка в России, должно быть ниже прожиточного минимума. Это гарантирует Конвенция о правах ребенка. А если мы говорим, что у нас дети приоритетные, то вот это всем нам нужно отстоять, потому что детям уже сейчас стыдно в глаза смотреть. Потому что, я говорю, когда их молча изымают, а мы молчим, лицо, которое изымает ребенка, должно бы нести личную ответственность за его будущность. Почему? Потому что у нас были такие случаи, когда изымали детей в приютах, им ставили диагнозы, что они олигопрены, и дети, здоровые, умные дети, скажем, живя в интернатах, становятся незащищенными, у них появляются страшные комплексы. И самое страшное, когда говорят, что власть детям из интернатов дает жилье, это тоже неправда. Оно социальное, оно все под надзором, и оно никогда не будет принадлежать ребенку. Самое ужасное, что сейчас у нас разобщенная страна, да, всякие движения, еще что-то. Вот каждому нужно для себя, да, выяснить, что я должен пойти к местной власти, я должен пойти к тому же Платонову, который у нас, простите меня, является по Москве законодателем, к тому же Путину, который декларирует очень хорошие вещи. Но нам нужно уже, нужен результат. Потому что все это, темная лошадка, перед нами никто не отчитывается, пускай нам покажут данные о детях. Потому что вот здесь, вот по этой сегментарной схеме, многодетная мама на каждого ребенка получает месяц от 13 до 20 тысяч. Пособие многодетной мамы 800 рублей. Когда мы попросили расшифровать, куда идут деньги, нам сказали, что эта информация засекречена, о чем мы говорим. Значит, каждый должен понять, что за своего ребенка, за свое будущее мы должны вести, скажем, сейчас борьбу за достоверную информацию о детях. Даже этого у нас нет. Поэтому вот очень хорошо идет Пургенят, они что делают? Они устраивают пикеты с оповещением народа. Вот нужно это, скажем, усиливать и собирать подписи. И против, скажем, вмешательства семью. Семье надо помогать. Даже самой больной семье надо помогать. Потому что когда средства изъяты из семьи, и когда семья поставлена один на один, скажем, с тем же государством, которое постоянно наращивает цены, ЖКХ, образование, здравоохранение, родители одни с этим не справятся. У нас в той же комбинции сказано, что да, родители обязаны дать детям развитие, образование, но там есть и дальше продолжение. А государство родителям должно это обеспечить. Поэтому вот эти права нужно требовать. Спасибо.